Сегодня глава государства рассмотрел кадровые вопросы, так Максим Ермолович назначен министром финансов. Виктор Коранкевич возглавил Министерство энергетики, Андрей Рыбаков согласован на должность председателя Белнефтехима. Кроме того, президент дал согласие на назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий, так новые председатели в Гомельском, Молодечнинском, Столцовском, Климовическом и Быховском райисполкомах. Изменились и руководители на Минском моторном и Брестском электроламповом заводах. Глава государства анонсировал и новые кадровые перестановки среди руководящего состава. Мы еще вернемся к многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично, Наталья Ивановна, хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно об этом было говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, в заворотник закладывали прилично. Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем вы разговариваете. На здоровье вы руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете, вы не руководители. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают. Пьяница – это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он на завтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться. Поэтому если вы выпиваете, знайте свою меру. И я это говорю тем, кто в интернете, в средствах массовой информации начинает страдать, стянать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли. Опять же, вот идет обсуждение после назначения нового правительства. Вот это такое техническое, оно до выборов и так далее. Поверьте, назначая вас и других, я не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы – это новое поколение руководителей. Не надо рассматривать ни одно из назначений, произведенных мною, что это вот до выборов. Наоборот, я хочу, чтобы вы показали свой профессионализм до выборов, и чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. Поэтому нет здесь цели до выборов. До выборов назначил, потом будут другие. Будут другие, если не будет результата. И если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, которые нашим обществам никогда не будут приемлемы. Один из принципов я уже назвал, а еще очень важный – это справедливость. Вы должны быть абсолютно справедливы. Белорусы никогда не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа. А тем более белорусы. Я вас очень прошу помнить об этом. Сегодня же Дмитрий Мирончик назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству. А Владимир Остапенко – чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству. Продолжение следует...